АПЛОДИСМЕНТЫ Приветствую тебя, церковь! Знаешь, ну как-то уже так завелось, что мы, когда приезжаем друг к другу, мы говорим, что мы не в гостях, мы дома, да? И, знаете, я действительно чувствую себя как дома, потому что сердце Сергея и Елены, сердца Сергея и Елены, но они просто не оставляют других вариантов. Вот это гостеприимство, и ты через 5 минут уже понимаешь, что ты уже у себя дома. И нам вчера хотели такой сюрприз сделать, снять гостиницу, что-то такое. Я говорю, подожди, какая гостиница? Я же у тебя дома. Спасибо вам большое. Я учусь у вас вот этому гостеприимству, вере. Вера действительно вселенского масштаба у тебя, Сергей. Аминь. Да. Я вижу плоды. Это еще, по всей видимости, не все плоды. Я представляю, что еще предстоит, да? Слава Господу. Аллилуйя. И, знаете, меня зовут Роман Цымбалюк. Я муж одной жены, у нас пятеро детей. Слава Богу, Господь и так вот дал благодати. Мы бывшие зависимые оба. Началась моя зависимость в армии. Скажем так, тяжелая зависимость. Я в Чечне служил. Там, в принципе, уверовал. Там я первый раз помолился, потому что страшно было. Но там же я и изведал вот этот грех, как наркотики. И потом 9 лет вот такого какого-то кошмара. Я не помню, как-то мы поженились, как-то у нас свадьба была, как-то первый сын там у нас родился. Вот что-то все, сумбур какой-то. Я помню, в какие-то времена просветления я читал книги. Ну, у меня такая привычка была еще с детства, наверное. Я читал про разных там героев, про разных таких вот, знаете, доблестных людей. Я всегда хотел быть на них похожим. Но я понимал, что я далеко не такой. Особенно зависимость, когда все усугубляет. И кажется, что жизнь, она просто-напросто, знаете, как будто выброшена, наверное, на свалку. И так горько от этого было, что я ночами плакал. Если мне позволял, ну, если я был в сознании, такой вот как-то более или менее в здравом уме, то я рыдал прям по ночам, крокодильными, такими слезами. Вот. А что сделать, я понятия не имел. Я тогда уже начал обращаться к Богу, как-то уже с желанием что-то изменить в жизни. Вот. И потом пришли два брата. Мы веровали в 2005 году в церкви, именно Исход. И каким образом Исход приехал в Воронеж, где-то в мае месяце 2005 года. Уже в начале июля они были у нас. И начался путь вот этого общения. Отторжение сначала, как протестантизма, потому что мы все из традиционной православной веры вышли. Но дело в том, что Господь, я верю, что Господь действовал таким образом, что просто вариантов уже не оставалось. И в один момент я позвонил братьям и говорю, знаете, ну, помогите, я не знаю просто, что делать. Вот. И они действительно помогли. Там много времени прошло, буквально уже через несколько дней, может быть, там, неделю я уже переступал порог реабилитационного центра. Вот. И с таким желанием полностью изменить жизнь. Конечно, было страшно, трепетно. Я понятия не имел, с чем я столкнусь. Захожу в этот реабилитационный центр. И меня старший принимает и говорит, ну, пойдем пока на кухню. Там братья молятся. И, ну, какая картина, что это такие уже взрослые пузатые мужики, там, с бородами, в рубище каком-то одеты, в рясах, там, веревками припоясаны, на коленях. Вот. Заходим. У меня трепет. Меня угощают чаем. И потом, о, молитва прошла. Смотрю, выходят. Ну, не мужики там какие-то, знаете, припоясаны. Заходят в шортах, в футболках. Заходят на кухню. У кого там перстны, у кого там еще какие-то наколки. И кто-то без зубов. Кто-то с зубами, слава богу, да. Нам больше повезло. О, братан, откуда? Я говорю, да вот с Воронежа. О, Воронеж, я там сидел. О, там, я там еще что-то. Я, знаете, я такой думал, фух, ну, нормально все. Да. И как-то выдохнул, и все, и начался путь реабилитации. Знаешь, и вот я на протяжении уже многих лет, слышу, там, бывшие зависимые, бывшие зависимые. Но дело в том, что вопрос зависимости меня уже перестал волновать буквально в первые дни жизни в реп-центре. Начался, вот я стал вопрос передо мной, а у меня есть семья, у меня с женой разрушены отношения, у меня есть сын, который вообще стеснялся меня на тот момент. У меня с родителями, с мамой, отца нет у меня, он умер в 85-м году. С мамой восстановить отношения, там, с тещей, с тесей, как-то в социуме себя реализовать. Ну, понимаете, да, такая, нормальные желания появились, да, не как у бывшего зависимого, скажем, или так, не как у зависимого, а как у нормального человека, который возвращается к жизни. И что меня, может быть, и удержало, хотя и были такие желания уехать, там, как-то опять взяться, свою жизнь начинать проживать, знаете, самостоятельно, но меня удержало, что Библия дает ответ на все сферы жизни. Вот все, какие у человека вот проседают, вот какие сложности есть, вот Библия дает ответ. Господь дает ответ на как вот в этой сфере жизни двигаться, как жить, чтобы твоя жизнь, она была, знаете, чтобы она самому тебе нравилась. Вот, и вот с того момента я понял, что моя жизнь мне начинает нравиться. Мне начинает нравиться общение, которого у меня никогда такого не было, я вообще был поражен, восхищен, как могут быть вот такие братские, теплые взаимоотношения, хотя бывшие там и уголовники и так далее, там, да, и, ну, мы все знаем, да, что в мире происходит. Вот, и вот с тех самых пор, потом и спустя некоторое время, ну, месяца 4-5, увидели с женой, смотрим друг на друга, мы новые, вообще новые, я смотрю, я понимаю, что это моя жена, да, внешне, как бы не сильно изменилась, но она новая. И все, все новое, 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 новое. И вот эти вот, знаете, 17 лет уже, вот каждый день, вау, Господи, как же ты благ ко мне. И вот супруга моя посвидетельствовала, нам квартиру дали, вот, мы до сих пор как-то еще не совсем вмещаем в себя это, хотя уже два года почти прошло, да. А знаете, каким образом, ну, кто мы такие, кто мы такие. Потом он оставил вопрос с жильем. Мы переезжали 11 раз в Тимошевске, ну, в Тимошевске попали, скажем так, знаете, по распределению, Господь так распределил, что, да. И вот мы в Тимошевске уже, я, получается, вот 11 апреля, 17 лет будет, как я в Тимошевске. Вот, жена чуть позднее приехала. Ну, мы с ней так нет-нет встречались, и в одну встречу вот так вот получилось, что она приняла двойню в себя. Вот, и вот потом она уже в Тимошевск приехала, там родила. Мы жили сначала в общежитии, потом в какой-то однокомной квартире, еще где-то там, еще в какой-то в коморке папы Карла, потом к нам в землянке, помню, к нам приехала пастор, говорит, вы что, говорит, ненормально живете здесь, как действительно в землянке. И мы вдруг увидели, что мы в землянке, хотя мы были счастливы на тот момент, Бог был с нами, да, и мы срочно начали искать какое-то другое жилье, потом у нас еще один ребенок родился, потом еще один, ну, сын переехал к нам, и вот мы всей такой большой дружной ГОП-компанией, вот жили там всемиром, переезжали, да, и иногда бывало так, что там совсем мало времени, только распакуемся, нам уже говорят, все, вы съезжаете, мы запаковывались обратно и переезжали в другое место. И, знаете, когда нам дали вот эту квартиру, нам сразу, ой, что, вы все теперь уедете от нас, да, я говорю, ну, конечно, мы тут это, ждали квартиру, да, чтобы потом туда обратно уехать. Нет, конечно, мы будем теперь с вами, я имею в виду в церкви Тимошевской, там, с братьями, сестрами, мы будем с вами, я верю, что кто-нибудь из вас закроет нам глаза, когда придет время. Вот, и, ну, мне нравится так мыслить, что это, вот это, это все, это навсегда, навсегда. И я верю, что мы в вечность перейдем, и там тоже будем узнавать друг друга. Ой, помнишь, как мы с тобой? Да, помню. Вот времена были, да. Вот что-то подобное, может быть, будет, может быть, я, конечно, ошибаюсь. Вот, и вот вопрос с переездом закончился тем, что мы, Господь каким-то сверхъестественным образом, вот, но рассказывать времени не хватит, вот, но находим дом, 200 квадратов, там, цена подходящая, еще нам скинули 300 с лишним тысяч, я пастора приглашаю Олега Александровича, говорю, вот посмотри, вот на него глаз положили, он просто так посмотрел, надо брать, и все, он ни внутрь не зашел, так со стороны, знаете, вот пасторским, сосканировал, надо брать, и все, мы уезжаем, и там эпопея такая началась. У нас квартира была за материнский капитал, приобретена в Адыгее однокомнатная, пока ее там разделили на 7 частей, на 7 человек, потом нашли человека, который готов ждать продажи, здесь мы находим дом с этой хозяйкой, мы начинаем отношения, чтобы она ждала, пока мы здесь продадим, а мы продать не можем, если сначала детям не выделится где-то жилье, и вот знаете, вот это 100 дней, 100 дней вот это все длилось, и мы каждый день, слушай, ну, наверное, там уже не дождутся, или тут не дождутся, нет, дожидались, мы ездили в Воронеж несколько раз, ездили в Адыгее чуть ли раз в неделю, и знаете, я вот сейчас смотрю, мы как будто просто сторонние наблюдатели были, как будто вот все просто за нас решалось, а нам нужно было помещать свое тело, вот в какое-то определенное место, и потом мы заходим туда 7 сентября, да, все это наше, и вот мы опять-таки, проходит полтора года, а мы вообще вот, ну, не можем вместить, что это наше, потому что это какое-то сверхъестественное деяние Божие, и мы попытались, знаете, как бы рационально, ну, он что делает, он пытается просчитать как-то, да, вот этот механизм даяния, механизм благословения, говорю, давай сейчас наши все десятины с тобой припомним, посчитаем, вот, и сравним, что мы получили, ну, и такие, так, 50 рублей в реп-центре, так, 50 рублей, а помнишь, там, мама 500 перевела, да, ну, в общем, глухая затея, сами понимаете, за 15 лет, там, 16 что-то попытаться просчитать, но смысл был, что вот, знаете, верное сердце, оно всегда будет благословенно, да, благословенный не всегда будет верным, но верный всегда будет благословен, и поэтому, наверное, очень важно быть верным, и вот, знаете, еще очень важно, как ты смотришь вообще, вот, на себя, у меня к тебе такой вопрос, вот, ты существо простое, или в тебе есть Божие величие? Есть Божие величие, да? Кто, поднимите руку, кто уже изменился? Ну, все, да, а как ты понял, что ты изменился? Образ жизни, как мышление поменялось, да? Улыбаться стал кто-то, да? Радость пришла, ну, то есть, ты сделал такой самоанализ и понял, что, слушай, ты изменился, да? Тебе нравится, как ты изменился? И вот, знаете, хотел спросить еще, а что изменилось? Ну, в принципе, уже каждый ответил, что что-то в жизни нашей изменилось. И вот, смотрите, были мы существом простым, ну, или, по крайней мере, мы так думали о себе, и вдруг стали носителями Божьего величия, да? Вот, ну, здесь очень важно не перегнуть палку, сами понимаете, да? А то могут быть последствия. И вот, смотрите, вот каждый ведь человек стремится, неважно вообще, верующий он, неверующий он, каждый человек стремится к величию. И, знаете, такой самый, самый такой простой пример, вот когда сильно-сильно пьющие люди, вот они сидят, и у них главный вопрос, который интересует, ты меня уважаешь, да? И если он говорит, да, я тебя уважаю, все, как бы я, он в величии, значит, он, да, величие, у него подтверждено, что он в величии. И, ну, и я помню, сам тоже задавался этим вопросом, задавал вопросы своим компаньонам, ты меня уважаешь, и мне также. И мы какие-то беседы вели, рассуждали на тему судьбы, кармы, там, сансары, знаете, вот, вот, всего вот такого, что, в принципе, наверное, мир как-то более или менее интересует. Вот, и, по большому счету, наверное, каждого человека интересует, не просто так, есть такие глобальные вопросы, что делать, да, или быть, или не быть, да, в чем вопрос, это ли мое призвание, а такова ли моя участь, так ли я живу. Ну, и, знаешь, все люди живут как хотят, и каждый понимает, что что-то не так, да, что что-то идет неправильно, ну, неправильно. И вот, я уверен, что каждый из нас размышлял об этом, да, вопрос судьбы, вопрос, что я делаю, то ли я делаю, так ли я воспитываю детей, и мы понимали, что, наверное, что-то идет не так. Ну, а что мы могли сделать? Мы ничего не могли сделать, мы просто проживали свою жизнь как-то, ну, по крайней мере, хотя бы в гармонии со своей совестью, да. Бывало, что переступали через свою совесть, но мы же себя оправдывали, потому что мы себя любим, вот, поэтому мы себя оправдывали, ну, не жизнь, как, не мы такие, жизнь такая, и продолжали двигаться дальше, все больше и больше приходилось переступать через свою совесть. Но вот это величие, его же нельзя убить, его невозможно уничтожить, да, все равно вот это внутреннее какое-то стремление к величию есть в каждом из нас, аминь, аминь, да. И, знаешь, ну, откуда в нас тогда вот это вот переступание через совесть, какое-то зло, агрессия, гнев и тому подобное, откуда зло? Мы с вами знаем историю Люцифера, да, который еще будучи где-то в небесах, на небесах, там воспротивился Богу и отвернулся от него. И, знаешь, я сейчас абсолютно уверен, что зло – это не то, что делает человек, даже не то, что происходит с человеком. Зло – это исключительно моя позиция, моя позиция по отношению к Богу. Согласны со мной? Да. И вот смотрите, и если я по отношению к Богу повернул как-то в сторону, то есть я, получается, против его воли, против его повеления, я поступаю как? По-своему. То есть, знаете, другими словами, если я, моя позиция против Бога, то это значит я. Да, я сам, я своевольный, своенравный, ну и тому подобное. И вот в этом как будто бы коренится все зло, в моей воле, которая против Божьей воли. Ты здесь? Хорошо. И посмотрите, и вот эта позиция, она привела к тому, ну, к тому сумбуру вообще, что происходило в моей, там, в твоей, может быть, жизни. И я уверен, что все читали послание Ефесянам, послание апостола Павла Ефесянам. И там в 4 главе мы можем просто 21 стих посмотреть. Там написано, потому что вы слышали о нем и в нем научились, так как истина во Иисусе. Перед этим и после этого стиха, знаете, апостол Павел говорит, что вам нужно отвернуть от себя, ну, ветхого человека и облечься в новое. Я размышлял и думаю, что это значит. И, ну, я верю, что Господь сказал мне, что тебе нужно отвернуть от себя свой старый взгляд на себя самого. Отверни от себя свое видение себя и одень на себя что-то новое. Новое. И вот вопрос истинного Христе, вы в нем научились, вы его приняли и в нем научились. Я посмотрел, вот слово научились, как будто, вы знаете, Господь говорит, вам нужны что-то новое. Вам нужны новые привычки, вам нужны новые установки, не те, которые по умолчанию у нас, а что-то новое. И вот знаешь, слово привычки, слово привык, навык, однокоренное со словом учиться, научиться. То есть, мне нужно научаться новым привычкам. А каким таким новым привычкам? Смотрите, моя ветхая натура, это моя заниженная самооценка, это мой гнев, это мои осуждения, это мои страхи, обиды и тому подобное. Этому я был научен, я так научился жить. И это во мне образовалось такие устойчивые привычки. И теперь Господь говорит, нет, вот это нужно от себя отвергнуть и взять на себя новое. Я не думаю, что как там пиджак, как носки или пальто. Здесь в этом что-то другое. Как на себя надеть, к примеру, самооценку новую. Как на себя надеть способность оправдывать людей. И вот здесь вот ответ, научиться. Научиться. А вот другой момент, как теперь научиться? Слово Божье, да, об этом говорить. Облечься в нового человека. Смотрите, человек сам для себя решает, что ему сегодня есть, что ему сегодня пить, во что ему одеваться. Так ведь? Мы с вами размышляли о судьбе. Что же такое, какова моя судьба? И вот, знаете, большинство там религий, верований, учений мира говорят, что судьба это вот все. Человек как родился, у него уже какой-то путь прописан, и ему нужно, хочешь не хочешь, нужно по нему идти. Но Священное Писание говорит совершенно по-другому. Судьба это не мои там настройки по умолчанию, да. Судьба это исключительно те решения и те привычки, которые каждый день ты принимаешь. Те решения, которые ты принимаешь каждый день. И вот тебе и принимать решение, каким ты сегодня будешь. Каким ты будешь всю неделю, каким ты будешь весь месяц, весь год, каким ты будешь до конца своих дней. Знаете, когда я был в реп-центре, встал вопрос, просто вот так вообще не встал вопрос, что уже никогда не придется больше ни повеселиться, ну понимаете меня, да, ни погулять, ну и так далее. И у меня внутренний такой диалог с напряжением начался. Я внутри себя думаю, ну хорошо, я согласен, я никогда в жизни больше там не выпью, не буду курить, не буду что-то там употреблять, не буду блудить, все. И вот в этот момент что-то произошло со мной. Это было, может быть, всего лишь месяц я в реп-центре пробыл, и может быть и того меньше, но как-то раз, и что-то со мной, ну какое-то новое сознание, новое, ну что-то новое во мне появилось, да. И да, это было просто решение. Оно сто раз, знаете, как взвешивалось, проверялось. И вот Бог, я верю, что это не мои силы, потому что я человек бессильный, вообще слабый, немощный сам по себе. Но Бог в нужный момент давал какую-то благодать, и я потом проходил, когда через искушение думал, Господи, как же ты меня любишь, а что меня там такого, ну, неважного, ненужного проводишь через вот подобные ситуации. И, знаете, я бы хотел такой пример привести, развивая дальше эту тему, это Иисус Навин. Помните, как Господь по смерти Моисея вступил в диалог с Иисусом Навином, да? Ну, это было, по крайней мере, как-то так торжественно, как вот прославление было в конце. Что-то аж прям за душу вот так вот берет, да? Аминь. Мощно вот так, да? И вот, знаешь, откуда у меня вот этот навык появляется? Я что-то вижу в своей жизни и пытаюсь это как-то скопировать в свою жизнь, да? В свою судьбу, в свое сознание. Я вижу какие-то отношения в семье, я или отвергаю, или это, или копирую. У нас во все времена были какие-то иконы стиля, правильно, свои герои. И вот мы брали, как-то копировали жизни героев. Я говорю вне Христа, я говорю про весь мир, да? И сейчас там новые герои, это всякие там голливудские звезды, это какие-то, ну, герои, в общем, да. И вот люди пытаются как-то копировать. В мое время были герои, там, Рэмбо, Рокки, там, еще, это, Командос, это, Шварценеггер, Брюс Ли, это вообще, ух, да, кто, 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 в эти времена, да. После видеосалона прям ты чувствовал на себя ответственность пойти лавку сломать или еще что-то, потому что прям дух Брюса Ли на тебе был, да? Вот что такое было. Ну, и сейчас, соответственно, может быть, какие-то другие герои, но люди берут и копируют свое сознание. И вот Иисуса Навина, давайте вам прям с первого стиха, если можно, вывести, прочитаем. По смерти Моисея, раба Господня, я вот так отойду, хорошо, сказал, Господь сказал Иисусу, сыну Навину, служителю Моисееву. Моисеев, раб мой, умер, итак, встань, перейди через Иордан, сей ты и весь народ, сей в землю, в которую я дам им, сынам Израилам. Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, я даю вам, как я сказал Моисею. От пустыни Ливана всего до реки Великой, реки Ефрата и всю землю Хитеев и до Великого моря к западу солнца будут пределы ваши. От, да, и до. Никто не устоит пред тобой во все дни жизни твоей, и как я был с Моисеем, так буду и с тобой, но не отступлю от тебя и не оставлю тебя. Будь тверд, мужественный, ибо ты народу сему передашь во владение землю, которую я клялся отцам и дать им. Только будь тверд и очень, мужественный, тщательно храни и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб мой. Не уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих. Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но получайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Вот я повелеваю тебе, будь тверд и мужественен, не страшись, не ужасайся, ибо с тобой Господь, Бог твой, везде, куда пойдешь. Аминь, да? Знаешь, можно же, наверное, перефразировать слова, которые Господь сказал Иисусу Моисею, говорит, вот думай о том, что я тебе даю. Размышляй об этом, да, над книгой закона, которую дал тебе Моисей. А которую ему дал я. Да, это та же книга закона, которая была дана Моисею 3 тысячи, 4 тысячи лет назад, да? Нет, 3 с половиной тысячи лет назад. Это та же книга закона, которую сейчас мы читаем. И Господь говорит, смотрите, не будь как Моисей, ты не Моисей. Ты не Моисей, ты Иисус Навин. Вот, и делай то, что я говорю тебе. Чтобы ты смог делать то, что я говорю тебе. Чтобы ты ввел народ туда, куда говорю я. Понимаешь меня, да? Смотрите, я к чему говорю? Откуда у меня навыки? Откуда у меня привычки? Я беру чью-то жизнь, беру что-то и копирую. Я сейчас не говорю, что не надо. Вот поверь, я не об этом, что не надо смотреть на пастора и копировать его поведение в семье, к примеру. Или его движение в вере. Я сейчас не об этом говорю. Я говорю, что наш мир, вообще информационное поле полно такой информации, от которой надо бежать, а не то, чтобы копировать. Ее даже смотреть нельзя, слышать нельзя, слушать нельзя. Но мы, в свою очередь, берем что-то для себя, увидели, и копируем это. И когда мы копируем что-то в сознание свое, это изменяет нашу жизнь. В ту или иную сторону. Ведь так? Так, и вот смотрите, Господь говорит, внимай тому слову, которое я дал Моисею. Теперь это слово твое будет, чтобы ты делал то, что я говорю тебе лично, тебе лично. И вот здесь, ну это очень важно. Господь говорит Иисусу, ты войдешь в землю, я буду с тобой. Смотрите, он ставит пределы от реки Ефранта до Средиземного моря. Вот это все будет твое. Ну, пускай там тысячи километров на тысячи километров, не очень большой кусок земли. Говорит, не более и не менее. Вот это будет твое. Мы можем, знаете, скопировать свою жизнь, что я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. И дальше меня это уже не интересует. И начинать делать то, что вообще Бог тебе не говорит делать. А потом мы сидим как та бабка у старого корыта, да, и плачем. Да как же так? Да где был Бог? Да куда смотрел? А еще, а что пастор меня не остановил? А пастор, подожди, а ты мне хоть что-нибудь сказал о том, что ты собираешься делать? Я вообще, вот разговаривали мы с Русланом. Он говорит, я пять лет назад еще получил видение определенного там бизнеса. И прямо все уже было готово. И все, вот, вот, пожалуйста, начинай. А Господь говорит, нет, это не твое. Он, ну как, у меня же все уже есть для этого. Он говорит, нет, посмотри теперь, вот, что я тебе дал десять лет назад. И он открывает свои записи и там о видении, о людях, да, о достижении и тому подобное. Он говорит, ну, хорошо, я понял, а зачем же ты мне все это дал? Бог говорит, да ты ж хотел просто. Понимаешь, ты ж хотел, насколько сильно Бог нас любит, что иногда мы просим не то, что Бог для нас хочет, а просим то, что мы хотим, а Он все равно дает. Но дает Он с такой соговоркой, подожди, говорит, вот, ну, не время сейчас, не время. Но проходит время определенное, и Он начинает тот бизнес, о котором видение у Него было еще пять лет назад. Можем ли мы сказать, что то было не от Бога, а вот это от Бога? Нет, то было тоже от Бога, просто нужно было потерпеть. Посмотрите, если мы слышим слова Иисуса Навина, нет, слова Господа в книге Иисуса Навина, где Он говорит, смотрите, от реки Ефрат до Средиземного моря, вот это будет земля, то есть какое ограничение, вот эта территория, посмотри, в твоей и моей жизни, разве не звучат те же самые слова? Смотри, ты можешь делать все, ну, как мы песню пели, кроме греха, да, в определенном, в определенных рамках. И мы как-то беседовали с братом из церкви, ну, что это за Бог, ну, что это за любовь, которая вот какие-то условия выдвигает? Он говорит, я бы не хотел вот такую вот там жену иметь, которая бы мне сказала, я вот буду тебя любить, если ты будешь там мыть посуду, если ты будешь там подметать, ну, что-то такое. Я ему говорю, подожди, ты немножко, по-моему, не в том направлении двигаешься, давай наоборот. Ты говоришь своей жене, я буду тебя любить, да, и ты ей даешь полную свободу. И она блудит, гуляет, ты с ней видишься там раз в год, тебя это устроит. Он, не, ну, что ты сразу прям, да, да, ну, что ты прям сразу. Вот, вот, смотрите, такие ограничения же Бог и ставит. И Он не просто не переходит через какие-то определенные пределы, Он говорит, слушай и вникай в то, что я говорю тебе. Что я говорю тебе, говорит Господь, да. Подумай о том, что я сказал, именно тебе лично, да. Посмотрите, а нам же есть о чем размышлять, и есть нужда в слове на каждый день, да. Касательно, касательно меня, я новое творение должен одевать, обликаться, да. Касательно моей семьи, касательно служения, касательно взаимоотношений в социуме. Аминь. Каждый день мне нужно слово от Бога. Мне нужно слово от Бога. Почему? Потому что если мне не будет слова от Бога, я другую информацию начну копировать в свое сознание. Я другое начну что-то принимать, вмещать в себя и пытаться реализовывать. Посмотрите, а то, что я копирую в свое сознание, оно изменяет направление моей жизни. Мои размышления, они меняют направление моей жизни. Аминь, да. Знаешь, я сначала спросил, простое ты существо, или в тебе есть Божье величие? И мы все согласились. Да кто не согласен, что в нем Божье величие есть? Есть такие, нет? Нет. Значит, все имеют Божье величие. Вот знаешь, Божье величие ставит пределы от реки Ефрата до Средиземного моря. Вот Божье величие, вроде как ты свободен, да. Но посмотрите, какую ответственность налагает на тебя. Что значит иметь Божье величие? Быть подобным Богу. Подожди, 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 как это быть? Он же всемогущий, вездесущий, всеведущий, да? Ну, давайте вспомним те времена, когда Он воплотившись шел по земле. Бог явился воплоти, да? Быть подобным Ему. Посмотрите, какие рамки были, с одной стороны на кресте, но с другой стороны Он был абсолютно свободен. Свободен от осуждений, свободен от вины, свободен от страхов. Хотя стучался страх в Его сердце, да? Но Он был свободен от него. Посмотрите, от чего Он был свободен, мы посмотрели. И мы видим, что Он делал. Он же всю свою жизнь посвятил чему? Видению от Бога. Он принял это видение для себя о спасении людей и начал его воплощать в жизнь. Начал достигать людей. Когда у него уже была масса, Он из этой массы избирает себе 12 учеников. Ты ведь так же делаешь, правильно? Вот что значит Божье величие. Это именно вот так вот жить. И посмотри, это одно, быть подобным Богу. Но еще вторая часть вот этой ответственности, это, если я не делаю так, как соответственность моему Божьему величию, то придет ответственность за это, правильно? Ты здесь понимаешь меня, да? Если я, имея Божье величие, я живу подобно Богу. А если я этого не делаю, то придет ответственность. Но ответственность люди не хотят. И знаешь, и они бегут от этого. И бывает приятнее даже и интереснее где-то в какой-то степени пренебречь этим Божьим величием. Потому что вот в таких случаях ты можешь делать все, что душе твоей угодно. Так ведь? То есть посмотрите, мы вначале давайте уйдем. Что есть зло? Зло это моя позиция по отношению к Богу. И если я из своего центрального ракурса убираю Бога, вот все, вот начинается зло. Потом уже из него будут происходить греха, осуждение и тому подобное. И вот это своеволие, своенравие, потом и блуд, нечистота, непотребство. И что-то, что я буду делать с ненасытимостью. А то, от чего мне самому будет стыдно. Понимаете? И стоит только человеку, это вот о чем мы говорили сначала, принять Христа в свою жизнь. То есть выправить свой вот этот ракурс, поместить Христа в свой центр и следовать за Него. И вот эта позиция, это есть благо. Благо. И я иду к этому благо. Я воплощаю это благо. И Божье величие во мне, оно подобно этому благу. Оно посвящает свою жизнь людям. Посвящает свою жизнь видению от Бога. Аминь. От реки Ефрат до Средиземного моря. Но мы понимаем, что мы сейчас не в географических проекциях смотрим на это. Многое из того, что мы думаем о себе, говорим о себе, это как раз, знаете, что это то, что мы когда-то скопировали в свою жизнь. Что-то, что было привнесено, чуждое, вообще не твое это было, но оно было привнесено. Начиная там с самых младенческих лет, когда не позорь меня, сколько можно, да когда-то заткнешься и тому подобное. Потом там ясли, садик, школа, какие-то конфронтации. Почему? Потому что я шел, ну, понимаете меня, да, не по направлению Божьей воли, а по-своему, в зле. И это зло, оно реализовывалось в моей жизни. Так? Столько всего в моем сознании. Но возьми Библию и начни копировать то, что говорит Господь о тебе. Найди, что говорит Бог о тебе и начни это копировать в жизнь. Знаешь, у нас сейчас такая епархиальная тема, да, принятие, принятие, что мы дети Божьи. Вот Божье величие, это же и есть дети Божьи. Дети Божьи, как вот, ну, знаете, я всегда говорю, когда встречаюсь с людьми, которые противятся проповеди Евангелия, мне говорят, но Иисус, Он же не был Богом, да? Я говорю, ну, а кем Он был? Ну, Он был Сыном Божьим. Я говорю, слушай, ну, точно говорю, вот у кошки рождается кошка, у собаки – собака, у обезьяны – обезьяна, у крокодила кто? Крокодил, да, у человека – человек, правильно, а у Бога кто? И вот следует и логике, а, ну, да, у Бога – Бог. Ну, все тогда, Иисус – Бог, да? Ну, аминь-то, да, вот теперь что с этим делать, если Иисус – Бог? Да, а вот что, вот помещай его в свой центр, в свой центр, да, вот, и реализуй Божье величие, которое в тебе. Не так, чтобы ты меня уважаешь, да, и кому-то что-то доказывать всю жизнь, как это делали многие из нас, да, кому-то, особенно мужчины доказывали своим отцам что-то, да, всю свою жизнь, да, и женщины тоже, дочери своим отцам. Потом социуму, друзьям всю жизнь что-то доказывали. Но возьми сейчас Библию, узнай, что, прочитай, что там написано о тебе, да, как Бог смотрит на тебя, какие у Него планы есть на тебя. Начни это копировать в свою жизнь, вот просто копировать в свою жизнь, и ты увидишь Божье величие в себе. Аминь, да? Знаешь, Иисус говорил, надо быть, ой, Господь говорил Иисусу, надо быть очень сильным, очень сильным, быть очень сильным, очень твердым, очень мужественным, да, очень смелым будь, и мы же понимаем, что мне нужна не физическая сила, да, мне нужна вот не физическая какая-то твердость, мне нужно быть сильным в вере, мне нужно быть мужественным в вере, да, чтобы вот так вот осмелиться и мыслить о себе. Иоанн в своем первом послании, в третьей главе, говорит, что Иоанна, 1 Иоанна, 3 глава, там 2 стих, посмотрите, я чуть-чуть помогу, в каком плане, найду несколько мест писаний, которые нечто говорят о нас, чтобы нам проще было потом это воспроизводить в жизнь. Возлюблены. Мы теперь кто? Дети Божьи. Но еще, да, еще не открылось, что сбудем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему. Вау! Будем подобны Ему, потому что мы увидим Его, как Он есть. Я всегда, да и не только я, мы все знаем, с кем поведешься, от того и наберешься, да? Повелся с Иисусом Христом, набрался от Него. И потом тебе нравится то, что с тобой происходит, да? Тебе нравится твое поведение с людьми, тебе нравится твое поведение с детьми, твое поведение в семье. И ты, ну, ты мужчина такой, ну, женщина, да, и ты, ну, раз я так повел, ну, реализуя Божье величие, а потом, когда один, ох, вот это да, Господи, спасибо тебе. Это же был не я, это было что-то, да, что мне вообще как-то не свойственно. Это было Божье величие, которое мир пытается, знаете, как, низвести вообще, попрать, вытереть ноги, забить, заглушить. Но Бог смотрит по-другому, Бог говорит, вы дети мои, да? Вы дети мои. Пусть еще пока вы не совсем понимаете, что будете, но когда поймете всю оставшуюся вечность, которой нет конца, вы будете восхищаться, вы будете радоваться, будете благодарить. Почему? Потому что вот это будет полнота, полнота Божьего величия, аминь. Вот это скопируй, пожалуйста. Прямо так выдели, копировать, потом вставь в сознание и нажми вставить, и пусть это останется навсегда. Аминь, да. Еще очень мне нравится местописание, когда, не то чтобы когда, мне оно вообще нравится, без всяких оговорок и условий. Хорошо, Божьего величия, я согласен. Ну и ты скажешь, ну ладно, Рома, мы согласны, Божьего величия в нас, аллилуйя. Ну а ты же, ты что, какое величие, ты просто не видел, что я вчера делал, о чем я вчера думал, или какие мне сегодня мысли приходили. Какое Божье величие. Ну и вот апостол Петр во втором, в первом послании, вторая глава, там 24 стих. Посмотрите, как говорит, вот все ваши вот эти мысли вчерашние, сегодняшние, там, недельные назад, грехи наши, вот все наши нежелания, наши капризы. Когда пастор призыв делает, давайте на молитву, братья, сестры, и у тебя сегодня решение, ты же, твоя судьба строится из тех решений, которые ты принимаешь, да? И у тебя решение, слушай, опять, ну сегодня, сегодня, наверное, не пойду. Ну а пастор призывает, давай. Вот, и в этот момент происходит война. Война, вот вторая мировая вообще, цветочки, по сравнению с тем, что у тебя внутри в этот момент происходит. И я тебе, ну, может быть, не стоит, и ты сдался, ты раз и не пошел. А потом ты ходишь со суждением, и тебе стыдно смотреть в глаза пастору, или в глаза братьям, да? Потому что ты же знаешь, что ты не пошел туда, ну, просто вот, да. Ну, я тебе утешение принес сегодня. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от греха, жили для правды, ранами его выселились. Ну, я понимаю, давайте, вот Бог дает благодать. Ну, хорошо, вот ты не пошел. Ты принял неправильное решение. Да, у тебя где-то там копия какая-то дала о себе знать, и ты поступил неверно. Но вот это теперь скопируй в свое сознание. Посмотри, да, это был грех, но он же любит тебя, правильно? Он говорит, все, величие Христа, смотрите, величие Божие во Христе как реализовалось. Он так сильно любит творение, что отдал самое-самое дорогое, это свою собственную жизнь, да? Ну, если с позиции отца он отдал самое дорогое, это своего ребенка, на такую ужасную смерть. И, ну, если бы мы могли себе представить, вот, Бога в теле человеческом, и как он смотрит на истязание его сына, то, ну, наверное, бы, скажи, сейчас зубами, да, закрыл бы глаза. Тут же у него и слезы лились, тут же, наверное, я их сейчас всех вот таким вот образом, но он отдает, он любит в свое творение. Иисус забирает все наши грехи. Вот Божие величие, да, он забирает грехи, он покрывает вину человека, он помогает человеку справиться вот с этим, с той копией, с теми настройками, которые мы называем судьбой иногда. Чтобы мы что? Чтобы мы завтра проснулись, и когда пастор призывает на молитву, просто скажет, да, конечно, Господь, во мне же Божие величие, как я мог вообще? Спасибо тебе, что ты не судишь. И просто приходил сюда, молился, а уходил отсюда еще больше, с Божьим величием. Ты здесь, да, слава Иисусу. Знаешь, еще вот, прежде чем закончить, верующие люди, к сожалению, иногда бывают, ну, такие, как бы, серую жизнь, ну, или такие промежутки серости в жизни бывают. Бывает яркая жизнь, да, полная славы Божьей, как вчера мы с детьми гуляли на набережной, у меня была жизнь полная славы Божьей. Я смотрел на детей, они 40 минут качались на качели и орали просто, а-а-а, их человек 8 там было, ну, и две наши, скажем так, это моя и Сергей, да, и вот они качаются, а у меня благодать, я сижу, просто смотрю на них, как они кричат, им больше ничего не надо, просто кричать, веселиться. А в этот момент у Сергея еще больше благодати было и еще больше Божьего величия в его жизни реализовывалось, потому что он в этот момент ходил и благовествовал людям. И он потом пришел, смотри, прям огонь такой сначала светит, потом Сергей выходит, да, и он там, знаете, ну так для, он очень такой добрый, вежливый человек, и говорит, ну как у вас дела, я только хотел сказать, он говорит, а у нас, ты бы видел. И я прямо, жар так от него идет, жар благодати, покаяние, выслушали Евангелие, Аллилуйя. Я думаю, надо поближе постоять, чтобы вот этим пропитаться прям, да, аминь. И вот, но, к сожалению, у некоторых людей не часто бывают вот такие вот промежутки в жизни, когда прям яркость, когда прям, прям слава Божия, а бывают какие-то серые промежутки в жизни, да, серость. Если вот надоела серость, смотрите, Иисусу Навину Бог сказал, иди за Иордан, да, иди за Иордан, и там я приготовил для тебя, я буду там с тобой, будешь воевать и все такое. И вот если надоела серость, тебе сегодня Бог говорит, иди за Иордан. Иордан, кстати, переводится как река судьбы. То есть все, твоя судьба может полностью измениться. Из, допустим, ну какой-то слабой веры перейти ты можешь в новый уровень веры, да, из какой-то там горечи, к примеру, ты можешь в полную радость перейти. Просто иди за Иордан, да, прими, что твоя судьба – это то, какие решения ты принимаешь сегодня, да, какие решения ты принимаешь сейчас. И вот ты начинай принимать решения. Слышать Слово Божие, копировать Слово Божие, вставлять его в свое сознание, реализовывать это Слово Божие. Потом ты будешь учить меня, будешь учить Сергея, потом ты будешь учить множество людей, как жить в Божьем величии, как одарять вот этим теплом и ярким светом твое окружение. У тебя на работе будут часто шушукаются, да, потому что ты непонятно зачем, непонятно куда, то, что ты называешь церковью, непонятно в какого Бога веришь, а если ты сказал, что ты там танцевал, что ты там пел песни, то это вообще непонятно тогда. Но вот эти шушук, они прекращаются когда? Когда видят твое Божие величие в тебе. Да, да. И потом придет время, когда это Божие величие настолько будет явлено, что будут снимать шляпу и говорить, друг, помоги мне, пожалуйста. Я не вывожу. У меня дети, у меня там семья, у меня там то, у меня вообще в жизни крах полнейший. Это с виду я такой весь красивый, хороший там, и машины у меня нормальные. Но внутри у меня полный крах. И в этот момент Божие величие в тебе согреет этого человека теплом, даст ему слово и так далее. И душа обретет контакт с Богом, да, и пополнится Царство Небесное еще одним гражданином Небесного Царства, да. Ну, я пускай, может быть, так это утрирую, да, или как ограничиваю это Божие величие. Я думаю, что у Бога очень шикарные планы на жизнь каждого из нас. И вот в первом послании Петра во второй главе, там девятый стих. Такие слова говорят, вы царственное священство, да. Вы род избранный, вы род избранный, да, царственное священство. Вы, смотрите, перейди за Иордан, вот перейди из этой судьбы, которую ты сам себе навыдумывал, которую там тебе, может быть, кто-то напророчествовал. Знаете, такие слова, ну, мы там были такие, например, от предков наших, ну, и вам тоже самое предстоит. Перейди из этого, потому что вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди взяты в удел, и вот здесь, смотрите, что это за рамки, что это от Ефрата до Средиземного моря. Возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свет, свой, аминь. Вот, вот те ограничения, да, которые дают тебе свободу в этом вопросе. И Господь говорит, а я буду с тобой. И ты увидишь славу, ты увидишь силу, ты видишь могущество и мощь. Обрети вот этот навык, помнишь, помнишь, мы начали навык, корень-то учиться, научись, сформируй новые привычки. Может быть, я не дал тебе ответ, как это сделать, можно я тебя в это пригласить. Но есть помазанный человек в городе Геленджик, можно я тебя. Есть священническая семья, в которой Божье величие реализуется, ну, я не скажу по максимуму, потому что еще предстоит. Ну, мощно, могущественно, да. И я еще раз говорю, если ты вот, ну, ты понимаешь, что да, тебе нужно, ты должен, вот эта серость, ну, надоело, надо перейти из-за Иордана. Но вопрос, как? Есть телефон, есть WhatsApp, да, есть группы, есть просто адрес. Вы видите телефон. Да. Спроси, пастор, как? Ну, как, вот, ну, я уже устал, как? Так, я помню, я звонил пастору, нашему пастору, Олегу, и звонил, пастор, как, что мне делать? И он мне давал какие-то там слова. И мне сразу все становилось понятно. Бог поставил двух вот этих людей, два своих сосуда, для того, чтобы эта земля стала благодатной, чтобы эта земля стала землей от Ефрата до Средиземного моря. Да, ну, еще так это часть России получается, да, захватывала. Как можно не довериться тем людям, которые всю свою жизнь, всю свою жизнь сложили на алтарь и являют Божьей величием, да? Вот я приехал к ним домой, и я понимаю, что их дом полон славы Божьей, Божьего величия в лице Сергея. С Еленой мы чуть позднее увиделись, потому что она на Пинуэле Божьей величием являла. Аминь, да? Давайте воздадим Богу славу за эту священническую семью. Помолимся? Аллилуйя! Господи, слава Тебя! Спасибо! Спасибо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok